как мы видим на парковке ТРЦ далеко не пустынно хотя надо сказать машин гораздо меньше чем обычно а здесь вот посмотрите очень много новых домов город расстраивается процветает здесь нет естественно такой грязи как я показывал потому что в тех местах это была глубокая окраина города Ребята всем привет сегодня мы поедем в одно очень интересное место расположено оно в черте города я называю это место парк советского периода фишка в том что этот парк сохранился со времен СССР практически в нетронутом состоянии но пока мы едем в сторону парка я покажу еще некоторые виды города Новосибирска она уже с более позитивного ракурса вот таких вот новых зданий очень много как писал кто-то в комментариях не видно у нас новой застройки не на самом деле новая застройка тоже активно ведется но смотря в каких районах допустим центральном районе она очень активно ведется также ведется застройка спальных районов у нас прям город прирастает микрорайонами 5 6 матрешки там так далее там подобное короче город живет расстраивается и выглядит достаточно хорошо каменская магистраль берет свое название от речки каменки которую спрятали в трубы она сейчас проходит как раз под магистралям то есть сейчас я еду над речки каменки последний мой ролик вызвал просто волну мрачных эмоций серые улицы скучная архитектура разбитые грязные дороги заброшки все это конечно так и как говорится имеет место быть но справедливости ради замечу что на наше восприятие окружающего мира огромное влияние имеет несколько фактов таких как примеру настроение с которым мы вышли на улицу и особенно избирательность нашего внимания не секрет что два разных человека абсолютно по-разному воспринимают мир и видят абсолютно разные детали одной и той же действительности вот например на наших каналах собрались люди которые видят или хотят видеть картину мира также как мы с напарник в то время как другие в упор не видят то что мы хотим показать а некоторые с удовольствием хейтерят доказывая правоту своей реальности в последнем кстати нет никакой необходимости так как картина мира у всех своя оптимисты по жизни могут видеть даже в мрачных заброшках красоту и величие а в весенних лужах блеск софитов письми же видят во все в первую очередь грязь разруху и подвох так что опять же справедливости ради хотелось бы обратить ваше внимание на разные стороны реальности и только от вас будет зависеть насколько она будет мрачной или позитивной старинный мост сибирьков москве он здесь стоит еще с прошлого века кто сказал что у нас город некрасивый очень даже красивый очень много современной новой застройки короче приезжайте сами выйдете кругом ведутся реставрационные ремонтные работы вот такие так что город не стоит на месте заезжая в центральную часть города диодук с левой стороны вот мы видим это диодук будет выходить на новый мост который собираются здесь в скором будущем построить здесь вот такой вот переходной мост над дорогой ведущий от старого автовокзала который скоро закроют ну и впереди собор александра невского старинный собор одно из первых зданий города новосибирска очень красиво определенно мне нравятся пустынные улицы города новосибирска здесь вот такие сохранились купеческие дома здесь целые улицы купеческие сохранились специально здание включены перечень памятников архитектуры города новосибирска исторических здесь мы видим уже советскую застройку знаменитый 100 квартирный дом архитектора кричкова ну и собственно красный проспект пустынный красный проспект ехать по нему сейчас одно удовольствие историческая старинная застройка подъезжаем площади ленина вот это вот часовня кстати говоря здесь стояла еще в начале прошлого века потом при советском союзе ее снесли и уже совсем недавно относительно ее восстановили по чертежам в таком же самом виде с правой стороны за елками вот это белое здание это дом ленина когда-то в больших городах россии советского союза были построены однотипные вот такие вот здания памятники ленину короче верхняя часть этого здания была одинаковая с мазолеем то есть верхняя часть вот этого здания она была выстроена точно таким же образом точно по такому же проекту как и мазолей ленина в москве потом это все переделали но факт идея была такая что подобные здания должны увековечить память великого вождя первого пролетариата с правой стороны мы видим здание оперного театра очень красивейшее здание построена в годы великой отечественной войны кстати говоря это самое огромное здание театра во всей россии вышить перед оперным театром впереди старейшее здание города новосибирска городской торговый корпус с левой стороны администрация города новосибирска не много видов на площадь ленина народ немного подустал вышли на прогулку вот Вот такие каскадеры Носятся здесь Я говорю, народ начал потихоньку оттаивать Вот это, кстати говоря, тоже одно из старейших зданий города Новосибирска Здание Облпотребсоюза На старинных фотках, еще довоенных Это здание уже стоит Вокзальная магистраль города Новосибирска Справа центральный универсальный магазин города Новосибирска Относительно недавно реставрированный после большого пожара А впереди виден вокзал Новосибирс-Главный Постройки, по-моему, 1937 года Представляете, это здание построили еще в 1937 году Перед войной Почему я удивляюсь? Потому что, ну, на самом деле, сооружение грандиозное, огромное Внутри очень много всевозможных архитектурных изысков Да и вообще, в принципе, здание Для тех времен оно просто фантастическое Оно и сейчас поражает своим масштабом А вот с правой стороны высокое здание Это печально известное здание гостиницы Новосибирск Очень долгое время оно стояло без окон, без дверей Потому что ждали, пока оно упадет Во время строительства что-то там не рассчитали И здание дало крен В общем, долго ждали Не решались это здание заселить Но потом прошло время И появились какие-то новые технологии В частности, под здание, под пустоты Закачали какое-то вроде бы жидкое стекло За счет которого удалось стабилизировать это все дело И здание достроили Вот так выглядит здание вокзала Новосибирск-Главный Вот отсюда смотришь, оно кажется не очень большим А по сути дела внизу находится еще один этаж Просто отсюда его не видно Здание цирка С левой стороны, а за ним Главная церковь города Новосибирска Вон она, Златоглавая Тоже красивейшее здание К сожалению, отсюда их не разглядеть Ну, хотя мы сейчас будем проезжать мимо Так что я думаю, что все же увидим Вот он, собор Ну, а в обычные дни, в обычное время Здесь вообще фиг повернешь А сейчас совершенно спокойно Можно это сделать Без каких-либо проблем Велосипедисты катаются уже во всю Ну, вот в городе Совершенно не то, что на окраине Здесь снега практически уже нет Дорожки сухие И все относительно чисто С правой стороны вот это здание Реставрируется Это бывшая школа КГБ Транссиб проходит вот по этому авиадуку Именно он положил начало строительству города Новосибирску Поезда идут направо, на восток Торгово-развлекательный комплекс Роял Парк Один из первых Открывшихся в Новосибирске На этом мы сейчас будем проезжать площадь Калинина Дом книга своя даже есть Вот такая вот С часами и градусником С левой стороны вот сейчас проезжаем здание Старинное здание НИИШТА Это Новосибирский институт железнодорожного транспорта Сейчас Академия Тоже красивейшее архитектурное решение Выполненное в Сталинском Амбире Огромный ВУЗ Очень много здесь и общежитий И всевозможных корпусов научных Красивое здание Вот сейчас с левой стороны Как раз его главный корпус Талоны такие мощные Ну а сейчас плавно приближаемся к улице Богдана Хмельницкого Это можно сказать жемчужина Города Новосибирска Выполненная улица в Сталинском Амбире Ее еще строили пленные немцы Вот, кстати говоря Совсем недавно построенное современное здание Жилой комплекс Прямо, так сказать, на опушке леса Очень красиво Не знаю, заселили или нет По-моему, даже еще не заселили Соседствует он с Ледовым дворцом-спортом в Сибирь Вот он, Новосибирский Ледовый дворец-спорта И рядом самый большой бассейн Нептун Очень красивое место До Горького Когда-то это было сердце Калининского района Оно и сейчас очень красивое здание У Багдашки, как ее называли Снабжение было гораздо лучше, чем у всех других улиц города Новосибирска Потому что городообразующим, районообразующим предприятием Здесь был завод химконцентратов А у него было очень хорошее снабжение И люди со всего практически города Приезжали сюда тариться Погулять по красивым улочкам И купить дефицит, которого явно не хватало Во времена Советского Союза Как-то вернуть здесь довольно проблематично и сложно Машины гоняют Все, ребят, подъезжаем мы непосредственно к парку Включусь уже там Здесь же в Сосновом Бару Находится вот такой вот санаторий Заброшенный Советской еще постройки Ну, точнее, он не заброшенный Не совсем заброшенный Он сейчас находится вроде как на консервации Но факт, что он уже давным-давно не функционирует Следов к нему, как мы видим, практически нет никаких Но я думаю, внутрь туда не залезешь пока Охрана, скорее всего, присутствует На время здание сдавалось по гостинице Но потом эту лавочку прикрыли Ну что, ребят Дорога к парку советского периода Лежит вот через такие вот заснеженные леса Капец, ребята, смотрите, сколько у нас еще снега Это просто бескрайние мегатонны снега Я не знаю, сколько это все будет таять Потому что до середины лета она будет лежать Здесь вовсе еще можно кататься На лыжах Везде уже люди загорают А в Сибири еще вот такая вот погодка Есть в этом, конечно, плюсы Но минусов, на мой взгляд, больше Что же касается ушатанных дорог, которые вы видели в прошлом видео Ну у нас, да, у нас климат такой на самом деле в Сибири Но представьте Вот идет дождь, там летает снег Образуется вода, которая забивает всевозможные трещины, поры асфальта Потом заморозки ночи происходят Ну и все, капец Асфальт, естественно, распирает Он сдувается И все по новой Летом, осенью асфальтируют Весной Опять ямы Я ни в коем случае, конечно, не оправдываю наших дорожников Которые Совершенно понятно на этом имеют деньги И немалые Но на то, что у нас такие вот печальные дороги Весной случаются Есть, конечно, и объективные причины Да, если разобраться, то где-нибудь той же самой Франции или США Ну отойди немножко от туристических маршрутов центральных И ты увидишь там такой гарлем Такой бардак, грязь Это просто ужас Люди в коробках живут На окраинах там, в общем-то, в принципе Срочно даже двигать туристов В некоторых местах прям так и не рекомендуют Просто говорят Здесь-здесь можно туда не ходить Во Франции особенно это касается Там просто кирдык какой-то Вроде бы центральная улица Такие все выхолощенные, чистые А если копнуть чуть-чуть подальше, поглубже Кругом одни арабы Телевизорные коробки Такие-то лачуги и так далее Так что здесь у нас Ну не Германия, конечно До их порядка она далеко Ну и по крайней мере не хуже, чем США или Франция Вот так вот, ребята Итак, ребята Добро пожаловать в парк советского периода Вы только посмотрите Какие здесь карусели Далеко не каждый из вас наверняка даже помнит, что такие были Здесь, кстати говоря, неподалеку Вот от этой желтой будки где-то был фонтанчик с питьевой водой То есть, представьте, можно было подойти и попить воду Раньше такие фонтанчики были в каждом парке Практически через каждые 50 метров Но вот, кстати говоря, его уже не видно Видимо, сдали на металлолом А жаль Вода в Новосибирске считается до сих пор чистой Посмотрите, ребята, какая карусель Да, любила я погонять на такой карусели Называлась она «Ветерок» раньше Цепочная карусель Цепочка Кто как ее называл Можно было зацепиться ногами и отлететь дальше всех Прикольная штука Да, атмосферка здесь, конечно, такая советская еще А вот посмотрите, ребята, как вот эта карусель называется Специально ее буду называть Пишите в комментариях Карусель была распространена практически во всех парках Мы, кстати говоря, очень любили на ней играть в догоняшки на этой карусели Вечером приходили и раскручивали эту карусель вручную То есть без всякого электричества И потом нужно было, не касаясь земли Каким-то образом отловить другого своего товарища Который пытался по этой конструкции каким-то образом от тебя скрыться Лазили повсюду, по верху, по перекладинам, по этим всем арматуринам Пытаясь догнать друг друга О, развлекуха была Сзади за ним виднеется детское чертово колесо Помню, как оно, солнышко, что ли, называлось Ну, как-то так Сейчас подойду ближе Птицы поют весна Из современного здесь, кстати говоря, построили вот такой летний аквапарк Очень, кстати, неплохое место получилось Можно и покупаться, и позагорать Но, может быть, я, конечно, консерватор Но поляна, которая здесь была вместо него, мне нравилась больше Также, ребят, здесь можно покататься на коньках, поиграть в хоккей Ну, и так далее, и тому подобное Ну, и, конечно же, вездесущие беседки для жарких шашлыков Вот такой вот парк Не знаю, как вам, а мне очень нравится Здесь, кстати говоря, вон там дальше есть еще конный клуб Можно покататься на лошадях Вообще прикольная развлекуха И относительно недорого это развлечение стоит Можно кататься с инструктором или в группе По всему парку А парк просто огромный Сейчас подойдем поближе, посмотрим ромашку Такое ощущение, что, правда, находишься где-то в пионерлагере Что вот-вот раздадутся какие-нибудь звуки детской песни или что-то подобное Здравствуйте, ребята, в эфире пионерская зорька Вот такие вот ощущения, ассоциации приходят Можно пить пионерскую зорьку? Да, посмотрите на это Произведение искусства советской эпохи В каждом парке были такие карусели Даже фотографии Припяти В городском парке Имеется точно такая же ромашка А вот и детское чертово колесо Под названием, если не ошибаюсь, солнышко Ух, страшно было Когда было три года на ней кататься Паровозик Тоже один из аттракционов Который был практически в каждом парке Детское Цепочная карусель Вот в упор не помню, как она называлась Ну и, конечно же Так сказать, жемчужина данного парка Это вот такие вот аттракционы с лошадками Их вообще, в принципе, в России остались единицы, наверное Ну, по крайней мере, я вот в парках Новосибирска Нигде такой аттракцион уже не видел Да и, в принципе, вообще В детстве тоже они мало где встречались Помните, ребят, фильм Приключения электроника Там электроник ремонтировал эти лошадки Карусель эту Да, именно такая карусель Молодцы, что поддерживают, конечно, эти карусели В таком рабочем состоянии Как говорится, респект и уважение администрации Калининского района Летом здесь просто огромное количество детей Все карусели забиты Везде катаются Короче, ничего не простаивает В общем, ребят, кто хочет себя почувствовать в СССР Welcome в парк советского периода Название, кстати, этого парка Сосновый Бор Кто-то из подписчиков написал А почему у вас в городе такие машины все грязные? Ну да, если, к примеру, в южную часть России приехать Там, допустим, в Сочи Там вообще можно раз в год мыть машину Потому что там, ну, грязи вообще практически нет Климат такой А если даже машина немного запылилась То дождик прошел и все И машину помыл Потому что там дожди такие ливневые В общем-то, никакой автомойки не надо А здесь, ребят, заехал на автомойку Ну, помыл-то ее Она у тебя блестит буквально полчаса А потом она превращается в то же самое А то и хуже, чем было до этого Ну и смысл какой тратить Те же самые Поэтому все машины в межсезонье у нас, ребята, ездят Тюмазая И в этом нет ничего странного Все, ребят, всем пока-пока Не забывайте подписываться, кто еще не подписался А главное, не забывайте нажимать на колокольчик Для того, чтобы вам приходило уведомление О выходе новых видео Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok